Дмитрий Иванович 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 которые гармонично очень, у нас высокое архитектурное искусство, гармонично принимают музыкальные проекты и получаются удивительные события. Поэтому хочется пожелать сегодня всем развития фестиваля, его продолжения. Для того хочется сказать, что мы все с вами вместе, в том числе и правительство Ярославской области, готовы к тому, что фестивальные проекты будут радовать нас многие-многие и долгие годы. И этот фестиваль на уровне нашей страны, он уже один из старейших. Пусть он развивается и продолжается. Поэтому спасибо всем, кто принимал участие в этом фестивале эти долгие 25 лет. Низкий поклон всем тем, кто сегодня работает на площадках фестиваля. И, конечно же, вам удивительная, замечательная фестивальная публика. И вам, повторюсь, удивительные, замечательные ярославцы. И вам, наши дорогие гости, кто приезжает к нам сюда на фестиваль, на фестивальные программы. Итак, нас ждет с вами впереди три прекрасных дня. В добрый путь 25-й фестиваль преображения. Долгой тебе истории, интересных тебе проектов, удивительных открытий и замечательной публики. Всех с праздником! Спасибо большое! Дорогие братья и сестры, разрешите вас поздравить с великим праздником преображения Господня от имени митрополита Ростовского и Ростовского Антилимона и передать благословение участникам и гостям фестиваля. Замечательно, когда великие и большие христианские праздники украшаются фестивалями и другими культурными мероприятиями, которые приурочены к этому празднику. Празднику преображения у нас в Ярославле, можно сказать, повезло. Такой замечательный фестиваль, который ни один день не продолжается, украшает этот фестиваль. Мы, конечно, благодарны Департаменту культуры Ярославской области за этот замечательный фестиваль. Хотелось бы помечтать и пожелать, что в будущем такие же красивые содержательные фестивали украсят и другие наши великие праздники. Это и праздник Светлого Христова на воскресенье Пасха, это и праздник Рождества Христова. И вот такие бы большие фестивали, особенно эти праздники, они уместны, они усугубляют торжество. Когда мы вспоминаем и праздник Пробожения Господня, конечно, нельзя ни в коем случае забыть о духовной сущности и духовной сути и содержании этого праздника. И хотелось бы кратко, дорогие братья и сестры, о нем сегодня вспомнить, в ночь, когда Господу пристало преобразиться, Господь взялся из самых любимых учеников Петра, Якова и Иоанна и взошел на гору Хавор помолиться. И когда Господь молился, как повествует в Священном Писании, Евангелии, лицо Его просияло, как солнце, и одежды Его просияли, как свет. И к Господу явились два великих и древних пророка Моисея и Илья, которые беседовали с Господом о предстоящем умом крестных страданиях в Иерусалиме, о Его крестной смерти, о тайне искупления рода человеческого. И вот в этой молитве, в этой беседе сошло облако и покрыло Господа и пророков, и был глаз из этого облака «Сей и Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Это вкратце содержание праздника. А если перейти к тому, что обозначает духовно, содержит этот праздник, это то, что праздник преображения Господни раскрывает перед нами славу Богом, созданной твари. Он открывает то величие и те неописуемые возможности, которым признан человек и окружающий мир. Показывает для нас тот свет, тот идеал, то совершенство, которому призван человек. Если мы вот этот праздник, его глубоко и серьезно понимаем, и мы сами хотим меняться, мы сами хотим преображаться, но это, дорогие братья и сестры, невозможно без тех спасительных таинств, которые дает нам Святая Церковь. И вот завтра утренний день, выходного, субботнего дня, как было бы хорошо, если бы из тех, кто в этом зале находится, посетили храм Божий, кто, может быть, уже давно не был и осветил себя, подойдя к великому спасительному таинству святой искрити, а кто-то, может, и в таинстве святого причащения. И вот если мы так будем преображать себя духовно, не только душевно, но и духовно, то и вокруг нас будет светлее. И вспоминаются слова, которые говорит преподобный Серафим Саровский, что спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Дай Бог, чтобы мы с вами постоянно двигались вперед, преображались, совершенствовались. Тогда в этом мире будет гораздо светлее. С праздником! Еще раз добрый праздничный вечер, ярославцы, гости нашего города. Программа 25-го юбилейного фестиваля преображения открывает сочинение современного композитора Павла Карманова. Оратория «Пять ангелов» — это семичастное сочинение с прологом и эпилогом. Пять частей посвящены невиннообиенным детям последнего русского царя. Итак, Павел Карманов «Пять ангелов». Пролог перед иконой богоматери, посвящение священному ученицу Ольге к портрету святой цесаревны Татьяны, святая цесаревна Мария Николаевна, Анастасии Романовой в день ее рождения, цесаревич Алексей, молитва и эпилог. Шестые и седьмые части исполняются без перерыва. Исполнители — Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, филармоническая хоровая капелла Ярославия, руководители и главный дирижер коллектива профессор Московской консерватории Владимир Контрев, солисты — Ольга Маевская, Татьяна Карпова, Ксения Кубасова. Дирижер, народный артист России Мурат Анна Мамедов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы четыре сайты, Мы бескропные сгнеты, Мы бескропные сгнеты, Мы бескропные сгнеты, Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Под Вашей службой и сродами. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Аплодисменты 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 главный дирижер, народный артист России Мурат Анамамедов. И диплом участника награждается филармоническая хоровая пиво на Ярославе и художественный руководитель и главный дирижер коллектива Владимир Конторев. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошли? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...